Не первый день в хоккее. Представляю, что это есть, но я не читаю ни прессы, ни комментарии, поэтому у меня есть задача подготовить команду к следующей игре. И на это уходит все мое время, внимание и энергия. Я то же самое делаю, когда все хорошо, потому что, знаете, есть такое выражение, если ты не живешь их похвалами, ты не умрешь от их критики. Привет! А может быть Сергею Звягину стоило что-нибудь почитать? Очередное безвольное поражение авангарда. От зоны плу-офф уже 3 очка. Пора бы и за комментарии взяться. СКА обыгрывает автомобилист, а самый красивый матч дня прошел в Челябинске. И хотя трактор победил нижегородцев, у Торпеда хорошие перспективы. Торпеда становится другим. Ушло что-то романтично, но это иногда и мешало команде. Сейчас мы видим мощный клуб, который в атаке старается доработать до конца и не боится давить соперника. При этом очевидно, что не все получается, но и заметная ежедневная работа над недостатками. Тот же Василий Атанасов после серых матчей вдруг воспрял и показал, почему его считают одним из самых талантливых форвардов КХЛ. Или вспомните, как кувыркался в начале турнира Артамонов, а теперь он совершенно другой. Видимо, Игорь Лавионов действительно переосмысил свою философию. И хотя пока он ее четко сформулировать не может, но заметно, что многочасовые размышления приносят плоды. Мы не делаем акцент на лидеров. У нас изначально, когда мы начали работать торпеда, мы не хотим быть командой одного звена. Поэтому мы хотим, чтобы у нас каждый звено, каждый человек носил вклад в копилку команды. Поэтому в этом плане вы понимаете, что нас изучают, нас смотрят. Лидеров, естественно, накрывают. Лидеры устают. И на первый план уходят другие лидеры, которые сегодня забили важные голы. Очень грамотно стала играть оборона. У команды два приличных вратаря, причем почему-то более стабильный Бочаров еще и в запасе. Неожиданно с новой стороны открываются свечников, да и потеря Яна никак не сказалось на команде. Прямо сейчас, в середине октября, торпеда смотрится очень хорошо. Но они все равно пока слабее трактора, который еще лучше. Болельщикам же в Челябинске я завидую. Они попали на шикарный матч. А у Акбарса третье поражение подряд. На этот раз они уступили Спартаку. И у трейерского штаба полное непонимание, в чем же суть кризиса. Александр Овечкин провел первый матч в этом сезоне, но отметился лишь голевой передачей. А российские вратари играли неоднозначно. Не иначе, как катастрофой можно назвать игру вратаря Александра Георгиева из Колорадо в этом сезоне. В двух матчах он отражает менее 70% бросков. Его оба раза меняли, но он успел пропустить 10 шайб. А российский вратарь не выручает вообще, пропуская самые нелепые голы. При этом тренеры его поддерживают и говорят, что по работе к Александру никаких претензий. А ему нужно наладить психологическое состояние. Сколько это будет продолжаться, никому неизвестно. Но пока Георгия, безусловно, худший российский вратарь сезона. Ярослав Аскаров провел первый матч в этом чемпионате за фармклуб Сан-Хосе и отразил 22 броска из 22. Голкипер, обмененный из Нэшвилла, пропустил тренировочный лагерь из-за травмы и надеется быстро перейти в первую команду. Правда, там вратари тоже в этом сезоне довольно неплохие. Здорово сыграл в первом матче сезона Вадим Жиренко из фармклуба Блюз. Он уверенно отыграл против Лаваля, отразил 29 бросков и с 30 стал третьей звездой матча. А вот Игорь Шестеркин в прошлой ночь не слишком здорово сыграл против Юты, пропустив 6 шайб. И хотя там больше вопросов к обороне, у Шестеркина вряд ли хорошее настроение. Первый матч в сезоне провел Даниил Тарасов из Коламбуса, но при этом он пропустил 4 шайбы. Хотя команда победила, игру Даниила нельзя назвать идеальной. Видимо, в следующем матче за Айлендер сыграет Илья Сорокин. К Барламову претензий нет, но он пропустил 2 шайбы, а его команда проиграла Далласу. Не очень надежен был и Иван Федотов из Филадельфии. Он точно не спасал в игре против Калгари. Матвей Мечков набрал первый балл в НХЛ. Он сделал голевую передачу в матче против Калгари. А еще пару раз партнеры огорчали его неточными бросками. И последнее. Кирилл Марченко и Егор Ченахов из Коламбуса набрали по 3 очка в матче против Колорадо. И стали первой и второй звездой встречи. То есть Георгиев за Россию сыграл? Тогда нормально. До свидания. Ну вы знаете, если так изучить вообще историю танца, сертаки, это объединяющий танец. Этот танец может танцевать всем вместе. Есть там хака-хака, в регби, знаете, используют. Здесь главное, чтобы всех объединить. И выбор музыки, ну вы знаете, сейчас так. Ну, может поменяться в следующей игре. Но главная задача всех объединить. Лучше не менять. Но этот танец... Отлично. Отлично. Спасибо вам за цену, что это всем нравится. Но этот танец можно танцевать без ограничений. Мы можем даже собраться на Дворцовой площади, сделать такой танец. Чтобы в этом танце участвовало 200 тысяч человек. Это возможно. Но для этого нужно победить.